Вообще в Москве уже давно и упорно ходит достаточно правдоподобная байка о том, что когда Собянин избирался мэром Коголыма, который как раз только стал городом из поселка, он обещал сделать Коголым лучше Москвы. Потом он понял, что соблюсти свои личные интересы и выполнить свое обещание он не сможет, а личные интересы для него были превыше. И поэтому он решил пойти другим путем. Он решил сделать Москву хуже Коголыма. Это байка, но уж очень как-то... Больше ничем нельзя объяснить ту ненависть и то упорство, с которым Собянин уничтожает Москву, уничтожает природу, уничтожает историю. Но можно, конечно... Кто он? Манкурт, который не помнящий своего родства и не знающий своей истории. Или и Собянин, и Хуснулин, и вся эта команда казанская. Это просто захватчики в оккупированном городе, которые... Они не захватчики, они уже китайцам все это обещали. Да, которые просто пытаются уничтожить все, что здесь только есть. А в этом году мэрия закончила очень серьезный шаг по уничтожению нашего города. Просто иначе это назвать нельзя. Вот строительство северо-восточной хорды в Вишняках над канализационным коллектором нельзя охарактеризовать, по моему мнению, иначе, чем подготовка к самому масштабному теракту. Просто представьте, идет три трубы канализационного коллектора диаметром 3, 4 и 6 метров, по которым течет почти половина канализационных стоков Москвы. Вот, почти пол Москвы. Это как раз отсюда, это все течет по этому коллектору. И даже если бы этот коллектор был свежепостроенный в отличном состоянии, по всем законам, строительным нормам и правилам, категорически нельзя строить никакие автомобильные дороги над коллектором. Они по закону могут проходить, только пересекая под прямым углом. Все эти законы нарушены, на них просто плюнули. И в течение трех километров эта хорда идет прямо над коллектором. И, как я уже говорил, что хотя бы если бы он находился в идеальном состоянии, это было бы нельзя делать. А как показало обследование, этот коллектор находится не просто в аварийном состоянии, он находится в недопустимом к использованию состоянии. То есть он просто, как говорил рабочий, протыкается ломом совершенно легко. Это когда-то бетонная стенка. По заключению экспертизы, уже сейчас начинается разрушение свода. Там при строительстве был случай, когда провалился просто трактор, и его смыло фекалиями. Это вот есть ролик в интернете об этом. И теперь, и прямо вот поэтому пустили хорду. То есть это уже в любой момент, это бомба заложенная, в любой момент эта хорда провалится в этот коллектор, затопит и Вишняки, и Выхина, и Рязанку, затопит стратегический объект, Казанскую железную дорогу, и Кузкова. Это неизбежные человеческие жертвы. Но это не самое страшное. Гораздо страшнее то, что вот эти полмосквы останутся без канализации. Но люди, они все равно, это физиологическая потребность, они все равно будут ходить в туалет, как-то пользоваться, и начнет затапливать и их районы. И чем это чревато, вполне понятно. Болезни, эпидемии. Если начнутся эпидемии, то они затронут и другие полмосквы. То есть это просто вот бомба технологическая, экологическая. Это просто война. Война против города. И на фоне этого уже то, что ради строительства этой хорды вырубили часть парка Кузкова, то, что разрушается уже сейчас храм 1644 года постройки, уже сейчас пошли трещины. Он уже не успели построить, уже сейчас он начал разрушаться. То, что не поставили экраны защитные, и жители страдают и от выхлопов, и от шума, это уже все мелочи. На самом деле, вот самое страшное, это то, что будет, когда это все рухнет. Но есть и еще одна страшная вещь, которую делает сейчас мэрия Москвы. Они вбивают клин между москвичами и всем остальным народом. То есть всей стране представляется так, что вот как хорошо живется москвичам. Смотрите, сколько мы для них всего делаем, сколько денег на это тратим. И уже сейчас, если посмотреть в интернете, вот ролики, которые выкладываются, и комментарии к ним резко отличаются, москвичей и не москвичей. Когда просто во всей стране уже Москву и москвичей ненавидят. Это специально создается эта ситуация. Как с этим бороться? Нужно просто объединяться. Нам нужно всей страной, потому что нужно смотреть в корень. Откуда это исходит? Кто это делает? И для чего он это делает? Идет просто планомерное уничтожение. Сейчас просто уже речь идет не о том, что поставят экран, не поставят экран. Там отменят строительство какое-то точечное, какого-то дома или нет. Сейчас речь идет о выживании Москвы, о существовании Москвы и о существовании государства. Потому что нас сейчас растаскивают, по квартирам, чтобы каждый сидел в своей квартире, защищал интересы своего дома, своей улицы, своего района, своего города. А всех своих соседей ненавидят. Это прямой путь к распаду государства. Нам нужно объединяться. А для этого нам нужно менять власть. Хватит есть Россию. Нужно остановить этих крыс. Спасибо. Приставы Бутырского вала, центрального округа. Приехали в 9 утра на Ставропольскую 17 выселять, выкидывать людей. По одной причине, якобы дом пожароопасен. Но эти пожароопасные нормы применяются только к студенческим домам. У нас жилые дома. Были избиты жители дома. Старики, дети подвергались насилию, выкидывались из своих комнат. Но приставы и прокуратура это не признали. И Москва 24 буквально на той неделе выпустили специальный репортаж, где жители бывших общежитий признали, представили так, как маргиналы, алкаши и наркоманы. Нет, в наших домах живут нормальные люди. Мы не алкаши, не наркомане. Мы медики, педагоги, строители, метростроицы, железнодорожники. Мы подверглись огромным гонениям. И только по Савропольске 17 выселение остановили с помощью Российского женского союза и КПРФ. Больше никто не трехнулся, к нам не приехали. Спасибо большое. Жители 24 часа в сутки дежурят и охраняют свой парк от варварской застройки. И у нас это получается. Мы требуем от Собянина и всей этой шайки-лейки все-таки вспомнить те обещания, которые они раздали, и выполнить их. Мы просим всех причастных депутатов, муниципальных, единороссов, Мосгордума единороссов, чтобы они сдали свои мандаты и с позором покинули свои места. Размандатить единую Россию – это главное требование простого трудового народа. Вторая проблема, которая у нас в районе – это варварская застройка стадиона «Красная стрела». Под видом реконструкции подсунули план по капитальной застройке. От стадиона остался маленький кусочек. Спортом заниматься негде. Эти проблемы были и есть, и будут, пока мы вместе с вами, все вместе, не выйдем и не напомним, кто в этой стране власть. А в Конституции написано «Народ». А это мы с вами. Наше дело правое. Победа будет за нами. Есть еще одна глобальная проблема от той политики, которую ведет Собянин и его правительство. Это проблема мусора. Сегодня она коснулась каждого. Раньше мы могли думать, что это где-то в Алакаламске, где-то в Серпухове, на худой конец в Балашихе. Нет, сегодня эта проблема пришла в Москву. Мусоросжигательный завод номер 4 травит всех жителей Юго-Востока и Востока Москвы. Смрад, раковые диоксины, вонь. Все это не дает нам нормально жить. Что предлагает Собянин? Он совместно с губернатором Воробьевым. Они строят еще 4 мусоросжигательных завода в Московской области. Также они строят мусорные кластеры. Внимание, где? В Даниловском районе, в Нижегородском районе, на границе с Таганским районом, в Некрасовке. То есть ни один район, ни один округ Москвы теперь не гарантирует себе от мусорного склада, от ОНИ, от Крыс, от пробок из мусоровозов. Это будет. Эта стройка уже идет. Нам важно, нам очень важно ее остановить именно сейчас. Кластеры строятся для того, чтобы там этот мусор загружать на поезда и переправлять его в другие регионы, в частности, в Архангельскую область. За 1300 километров от Москвы это приведет к десятикратному увеличению тарифов на вывоз и утилизацию мусора. Более того, здесь нам приводили примеры о том, что давайте как в Париже желтые жилеты. Нам не надо Парижей. У нас есть Архангельская область. 2 декабря там на улицу вышли 30 тысяч человек. Они хотят защитить свою родину от московского мусора, от Собянина и от своего продажного губернатора Орлова. 30 тысяч человек вышли. И я вас уверяю, они отстоят свою родину. Они не дадут ее загадить. И наша задача обеспечить то же самое, что мы предлагаем, что мы требуем от Собянина, что он мог сделать и может сделать дальше. Первое, запретить мусоросжигание, запретить экспорт отходов в другие регионы, в частности в Архангельскую область, вести раздельный сбор отходов и мусоропереработку. Вы где-нибудь здесь, вы выходили из метро, видели урны для раздельного сбора отходов? Нет! Что-нибудь он сделал в этом направлении? Ничего не сделал! Вообще ничего! Он только распределяет господряды между конторами Абрамовича и сына генпрокурора Чайки, который управляет мусоросжигательным заводом номер 4 в Москве! В Москве! Поэтому мы требуем от Собянина вести раздельный сбор мусора или уйти в отставку! Уйти! Собянина! В отставку! Собянина! В отставку! Собянина! В отставку! Товарищи, у властей нашей Москвы было много лет, достаточно времени, чтобы внедрить раздельный сбор мусора и осуществить необходимую перестройку городского хозяйства по вопросу мусора! Они этого не сделали! А теперь действительно опять плодят конфликтные отношения между территориями! Поэтому мы вправе требовать в отставку правительства! А теперь слово Людмиле Бушиной и компании! нас здесь уже сравнялось число слушающих и говорящих! Да, наша компания состоит из активистов разных районов! Мы считаем, что нужно объединяться по горизонтали и создавать действительно районные общественные советы, которые реально будут защищать наши интересы! Когда мы готовили этот митинг, я отправила ролик, где приглашали мы на этот митинг и отправила сыну ватсап! Он, конечно, за меня волнуется и говорит «Мама, как ты можешь тратить время и силы на такие мероприятия?» Но у меня другого выхода нет! Нас окружили со всех сторон! Уже залезли в наши квартиры! Ставят нам активистов заглушки эти укашки! Не предоставляют нам отчетов! И что интересно, я прошу в ролике, когда будете смотреть, если у кого возможность есть, посмотрите, обратите внимание на выступление Бородулина, Минжерицкого, очень правильные фундаментальные вещи они говорят. Если мы оплачиваем эту систему, значит, мы согласны с этой системой! Это я говорю как системщик, как программист! И эта программа заложена была в начале 90-х! Знаете, нас заставили просто изучать историю! Это не мой предмет был, так сказать, у меня в основном математика и физика! Но! Мы сейчас изучаем и узнаем много такого, чего не знали, что творилось в 90-е годы! Эта бомба была заложена в начале 90-х! Особенно в 96-м году для Москвы, когда Ельцина выбрали! Тогда началась массовый захват земли! А земля, вопрос земли это самый главный вопрос всех революций! Это говорим не только мы, коммунисты! Кстати говоря, говорят, что ну не надо там все равно бесполезно бороться с этой системой! Вот сын, может быть, мой так считает, я хочу, чтобы он увидел, что и вам мама говорит! Потому что эта система нас убивает, уничтожает этой вопрос экологии! Вот мы здесь стоим три района! Свимлова, зеленый, как глава управы в среду говорил, это зеленый район, он такой привлекательный для коммерческой застройки, как выясняется! Закапывают миллиарды благоустройства, яузы, чтобы опять построить дома коммерческие, уже на детских площадках! Эти детские площадки переводят в земли общего пользования, мы ничего не понимаем, мы не архитекторы, а оказывается, чтобы воткнуть туда очередной коммерческий дом, прямо во дворе, они затеяли игру, так сказать, собственников, но они нас, как собственников, в упор не видят! Мы говорим властям управи, что такое межевание, между кем и кем, межа, это между кем-то и кем-то, у нас оказывается собственник, один в Москве, это какой-то зверь, не знаю, с каким хвостом, город Москва, в лице ДГИ, а тогда между кем и кем собственник, потому что по акту, когда передавалась это РФ, Российской Федерации, земля, должно быть все в ВТИ, во всех соответствующих организациях, и они обязаны предоставлять нам эти границы домов, и не залезать этот собственник города Москвы, который в аренду сдает потом наши земли, пожалуйста, вот здесь район Вишмяки, где Кускова находится, и Лосиный остров, нас ждет ужас по захвату территорий и наших легких. Да, вот говорили о Меже, вот самое страшное, что сейчас делает, самое страшное, что сейчас делает эта команда Собянина и Хуснолина, они создают Межу, вбивают клин между москвичами и остальной России, вызывая ненависть к Москве, говорят, что мы вот вкачиваем деньги для того, чтобы благоустроить жизнь. На самом деле, под видом благоустройства идет уничтожение Москвы, уничтожение истории, природы, экологии и вообще возможности жить здесь. Яркий пример это вот наш район Вишняки, когда в этом году закончено строительство Хорды. На самом деле, закончена подготовка к самому масштабному теракту, по-другому охарактеризовать это невозможно, потому что на протяжении трех километров эта хорда проходит над канализационным коллектором, по которому течет почти половина канализационных стоков Москвы. То есть, пол Москвы, три миллиона кубометров ежедневно. И благо бы, даже если бы этот коллектор был в нормальном состоянии, по всем законам категорически запрещено строить дороги над коллекторами. То есть, дорога может только пересекать под прямым углом. А ведь этот коллектор, он, как показало обследование, находится даже не в аварийном состоянии, он находится в недопустимом к использованию состоянии. У него уже начинается разрушение свода. Это три трубы, три, четыре и шесть метров. Туда уже провалился при строительстве трактор, и его просто смыло фекалиями. И когда эта хорда рухнет в этот коллектор и затопит и Вишняки, и Рязанку, и Выхина, и Кусковский парк, и стратегический объект Казанскую железную дорогу, и пол Москвы останется без канализации. Понимаете, чем это чревато? Это просто начнутся эпидемии, которой пол Москвы не ограничится. Вся Москва, это действительно теракт, по-другому назвать это невозможно. Мы здесь обычные жители района Свиблова, с прекрасным зеленым парком вдоль реки Яуза, с прекрасными названиями наших улиц. Мы здесь с улицей Вересковой, рядом с нами тенистый проезд, Ивовая, улица Нансена. И вот в этом прекрасном зеленом районе с такими прекрасными названиями сейчас идет полное уничтожение наших дворов, наших парков, сносятся здания, в нашем дворе непосредственно рядом со школой детским садом буквально в 10 метрах от наших подъездов планируется застройка точная высотного жилого дома. Сносятся наши районы жилые объявляются промышленными зонами со сносом соответственно и с дальнейшей коммерческой застройкой. И все это делается под каким-то непонятным названием реновации, хотя есть фальсифицированные протоколы, когда дома помимо их воли объявляются в зоне реновации. Поэтому мы протестуем против этого действительно жилищного геноцида. Власти не идут с нами, к сожалению, на диалог. Они объявляют любые встречи с ними, митингами призывают милицию, обращения в суды не дают ничего. Поэтому мы хотим, мы хотим, чтобы нам дали жить спокойно, как они заявляли, в благоприятной обстановке с сохранением с неба, солнца, площадок для наших детей и чтобы не загоняли нас в эти новые, не знаю, можно назвать их хрущевки, только многовысотные хрущевки 21 века. Мы не хотим жить в каменном гетто, мы хотим жить в нормальном городе. Это действительно то, чего достойна Москва. Мы хотим достойной жизни в достойном городе. Мы призываем главу управы Киселева и главу местного самоуправления Чистякова прислушаться к жителям района Свиблова и не дать нам там, чтобы вырос 25-этажный бетонный фалоимитатор. Долой строительную мафию! Долой строительную мафию! Долой строительную мафию! Добрый день! Мы из района метрогородок, но так как мы связаны вместе, одной нитью, все вместе, все районы, вот некоторые люди думают, что они отставили свои дома, свои курятники, смогут победить эту мафию. Они вместо того, чтобы объединяться, они чинят всякие препятствия, дерутся между собой. Люди, опомнитесь! Надо объединяться, объединяйтесь в районы общественные советы, помогайте друг другу, нужно создавать такие вот параллельные связи, не вертикаль, а горизонтальные связи нужно создавать. Нужно помогать каждому, а не то, что каждый сам по себе ничего не победит и ничего не сделает. Только объединившись вместе, мы сможем победить этих фашистов, этот геноцид, экоцид. Вы понимаете, что в стране идет, уничтожают всех, и нельзя, каждому за себя нельзя, нужно один за всех и все за одного. Объединяйтесь в росы! Только вместе мы сможем победить! вместе мы победим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА